Тата, лиса, помогай мне. Сейчас мы вам поможем, дедушка. Не можете подождаться. Начну с первой коробки. Сейчас я вырежу вот здесь дырку. Сделаю небольшие отступы и справа, и слева, и снизу тоже сделаю небольшой бортик, также сделаю бортик сверху. Это будут наши ребра жесткости, для того, чтобы коробки, которые будут стоять выше, не промяли самую нижнюю коробочку. Хочешь мне помочь, Алис? Поможешь? Скажи. Вот такая линейка, это Алисенька для меня делала. Давай вот так вот прикладывай и черти. А я думала, что у нас, знаешь, у меня типа вот этого. Точно. Ты так думала, да? То есть она будет вот такой домик, вот, трехэтажный, то есть там в стене будет. Ну вот здесь и не будет стены. Мы сейчас с тобой дырку вырежем, и там будет огромное пространство. Я думала, будет точно такое. Ну вот так будет, я просто перевернула дочь, чтобы мне было удобно нарисовать. А, то есть вот такое будет? Да, да, да. А это будет низ, дно. Дай карандаш. На, держи. Давай, пробуй. Молодец, соображаешь. Да, так и нужно. Тянем теперь сюда. Давай дальше. Мы уже подготовили обои. Они очень красивые. Будем их приклеивать вовнутрь. А снаружи, наверное, мы раскрасим домик под кирпичиком. Пытались уж? О, людец, моя девочка. И давай самую верхушечку так же сделаем. У меня нет канцелярского ножа, но есть вот такие большие ножницы и вот такие маленькие. Это Алисины рабочие инструменты. Они немножечко у нас заляпаны, все в клею, но ничего страшного. В общем, вот этими маленькими ножничками, маникюрными. Гораздо удобнее вырезать, чем большими. Картон разрезается очень хорошо и ровненько. У тебя, знаешь, такие булки в кадре. Да? Две висеньки. Ну что, бывает. И зубы так показываются. Да? Да. Две висеньки. Пока мама режет, я хочу вам показать своих лопейщиков. Можешь показать их? Да, для кого мы делаем домик. Да, кстати, вот для вот этих вот всех жильцов мы делаем домик. Вот. У нас есть одна девушка. Вон она. Сейчас как приблизить. Вон, вот эта девушка в коробочке. Вот эта обезьянка, на охоте от ЛПС. Мне казалось все время то, что она какую-то другую фирму. Вот реально от другой фирмы, мне казалось. Такой вот мопсик. Такой вот у меня был прошлый мопсик. То есть бархатный. А это же не бархатный, но что у него отличается цвет глаз. У него голова тишина. Вот такие вот две собачки. Одна синяя, другая такая бежененькая с розовыми мишками. Мне ничего про них сказать. Такой вот хамелеончик. Это такая обезьянка ЛПС. Вот такая вот морская свинка. Или хомяк, я сама не понимаю, но кажется, это морская свинка. Вот крабик. И вот такие две штучки. Не знаю, как называется. Обезьянки, можешь сказать. Вот блестящие. Такой самый красивый. Опа! Блестящий панцирь. Ножки тоже светятся. Блестяшки. Вот. Все мои моплпс. До процедуры элисих глазок. После процедуры элисих глазок. А может тут отрезать кранешек? Вот что внутри пока что будет. Да, мы сейчас дно выравниваем. Все. А это будет у нас пол второго этажа. И крыша первого. Потолок первого. Это то есть первый этаж, второй и третий. Да, вот здесь я решила все-таки бортик не оставлять. Пусть здесь у нас будет площадка. Мы сюда сделаем какой-нибудь ковер или как травку. Да? Тут надо очень аккуратно снижаться. А что ты хочешь? Ну, Алиса. Ну, Алиса. Ну, перестань баловаться. Ой. Ой, я вас вижу. Давай, вылазь. Великашка. Ну, давай. Я сейчас... Сядь тут пол, сделала нас досок. Да, чтобы выровнять пол, пришлось отрезать вот эти вот верхушечки. Но у меня по-другому... Они все равно, ребят, здесь особо не нужны. Ну, оставила небольшие кусочки для жесткости. Да, да. Скрипим сейчас все с клеем. Или скотчем, или клеем. Вот так у нас получается. А окна? У нас же к стене будет стоять этот домик. Окна где сделаем? Может, не будем окна делать? Там, смотри. А они там точно нужны? Давай на втором, третьем этаже, нет? Что, по двалу, что ли, будет? Ну, ладно. Давай первый. А может, мы сделаем просто двухэтажный домик? Давай двухэтажный. Если не хочешь, трехэтажный. Не, мне просто надо для... Да, я хочу трехэтажный, но мне надо сделать одну масочку там. Размер окна, скажи какой. Ну, сейчас. Покажи, покажи. Ну, подожди, сейчас. Разборбилась эта у пьесок. Давай аккуратно. Нет, слишком маленький. Такое окошечко, да? Извините, я просто сейчас... Ну, ты же примерно нарисовала. У меня, конечно, рука как линейка. Угу. Но я сама на этом полоске не могу ничего сделать. Что ты хочешь сделать? Короче, надо сделать такую коробку. Как-то делать? Вот такую. Ну. Потом ее как-то сделать вот так вот. Ну, короче, как вы начали. Вырезала вот это. А, и что это будет у тебя? Это будет, типа, телевизор? Ага. И дальше что? Вот так вот ее надо будет. На листья пришла новая идея. Как ты делала, чтобы она вот так вот была? Типа, открытая? Вырезала как. Нет, то есть просто вот такого не надо без вот этой площадки. Вот так вот просто, чтобы был телевизор. Зайка, ну вырезай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот для этого мы и покупали коробку. А что там у тебя управление? Пункт управления? Да. Только он ломается. Ну ничего ты сообразительная. Я, короче, уже очень много этим пунктам управления. Тяжелая, да, коробка? Тяжелая. Да. А я обойми обклеиваю. Смотрите, как красиво получается. Будет светленький, красивый домик. Как будто знаешь, это как-то уже как настоящий домик. Да. Алиса усовершенствовала систему управления этим большим экраном телевизора. Так, смотрите. Ну-ка, давай. Раз, два, три. Отлично. Наклоняем голову. Да. Отвалилась немножко. Да-да-да. Здорово. Ничего, сейчас закрепишь. Главное управление работает. Да, Лисунь? Да. Проклеиваем пол в домике. Я, если честно, не уверена, что мы сегодня его закончим. Это что за пол? Но я его потом другим цветом сделаю. Главное, его сейчас склеить. Хорошо? Чтоб он был ровненький. Здесь все будет у нас красиво опорублено. Снаружи домик, наверное, сделаем какого цвета? Коричневый? Или светленький, беленький? Хоть какой, но лучше коричневый. Мам. Пам-пам-пам.